МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Его инициаторы российские и литовские предприниматели, которые в этот день говорят спасибо своим клиентам за их преданность бренду. И мы, конечно же, хотели бы сначала спросить, что, Артем Александрович, вы как банк, Звербанк как банк, вкладывает в понятие клиент? Ну, я бы, наверное, сказал так, что клиент – это самое важное, что у нас есть. И независимо от того, какой там сегодня день, день клиента, или какой-нибудь другой день, да? Нет, ну, сегодня всемирный день счастья, мы уже это обсудили, да? Да, на мой взгляд, это... Но это тоже своего рода день клиента. Конечно, конечно. Каждый клиент должен быть счастлив. И особенно мы, конечно, заботимся о том, чтобы каждый клиент был счастлив от посещения или от пользования нашими сервисами, которых каждым днем становится все больше и больше. И мы много говорили всегда в нашей стратегии о том, что ключевая задача банка – это выйти на новый уровень бизнеса, который позволяет конкурировать достойно с крупнейшими компаниями. И, конечно, один из ключевых приоритетов – это работа над позитивным клиентским опытом. Мы много работаем над такими понятиями, как клиентоцентричность, клиентоориентированность. И одна из ключевых целей – это создавать позитивный клиентский опыт. Самое ценное, что есть у наших клиентов – это время. И, конечно, ключевая задача в том числе – экономить время нашим клиентам. А как вы определяете, насколько там доволен клиент или нет? С каким настроением он? Насколько счастлив. Из банка, да. Насколько счастлив? Можно ли измерить части в цифрах, да? Или же даже рейтинг самых счастливых стран мира как-то же это измеряют? Ну, кстати, если к этому рейтингу уходить, там достаточно, на мой взгляд, такая простая методика. Есть мнение, что самые счастливые люди живут в самых солнечных регионах. Чем больше солнца, тем счастливее. Киров к счастью или, не знаю, к несчастью, к таким регионам, к сожалению, не относится все-таки. У нас солнечных дней очень много. Но, кстати, скоро выходные, и выходные, точнее, после выходных обещают солнечные дни, и я думаю, счастье сразу подпрыгнет. Но все-таки у счастья есть измерители, и мы измеряем по нескольким показателям. Есть такие зарубежные показатели, как NPS, CSI. NPS – это приверженность, лояльность клиентов банку, то есть готовность клиентов рекомендовать банк и его сервисы своим знакомым. CSI – это уровень удовлетворенности услугами, которые мы оказываем. И мы, на наш взгляд, за несколько лет научились достаточно точно мерить эти цифры. Причем следует отметить, что, исходя из оценок, которые нам дают клиенты, ну, в принципе, уровень один из самых высоких по Российской Федерации среди подобных нам организаций. Но при этом мы понимаем, что мы еще существенно не дотягиваем до уровней мировых компаний, и нам надо еще много приложить усилий для того, чтобы уровень удовлетворенности, уровень счастья наших клиентов повысить. Ну, в таком случае, вероятно, речь идет о каких-то новых форматах обслуживания клиентов, филиальной сети, да, и, может быть, чем-то даже принципиально новым. Ну, если говорить не о принципиально новом, а о новых форматах неких, то все-таки мы говорим о том, что мы много фокусируемся на развитии онлайн-сервисов, и наши клиенты могут это, в первую очередь, оценивать из тех изменений, которые происходят в нашем ключевом сервисе Сбербанк Онлайн. Он постоянно обрастает новыми историями, возможностями, помимо стандартных каких-то операций, связанных с платежами, с переводами, уже реализована возможность полностью оформить и подать заявку на кредит и получить ее без посещения офиса. Это оформление карт, активация карт, которые выпущены, опять же, до того, как получить карту, возможность изменения пин-кода, опять же, через Сбербанк. То есть мы все больше и больше говорим о том, что у клиента должно быть меньше потребности в непосредственном посещении офиса. Это, опять же, забота о времени клиента, да, получается? Конечно, да, времени раз и удобство, когда можно совершить операцию в круглосуточном режиме и причем не быть привязанным к какой-то конкретной локации. Вы можете сегодня находиться в одном городе, завтра в другом и абсолютно иметь доступ ко всем сервисам банка в режиме 24 на 7. Что касается новых форматов обслуживания, то в прошлый год мы, например, очень много внимания уделяли нашему проекту, который мы назвали Cashout, но, по сути, это сервис, который дает… Cashout. Далой наличку. Да, далой наличку. Ну, вообще, далой наличку – это один из ключевых наших проектов и особенно сейчас мы очень настоятельно всем нашим клиентам рекомендуем переходить на безналичные расчеты. Некоторые опасаются, мы поговорим об этом чуть более подробно. А Cashout подразумевает возможность получения ключевых банковских сервисов не в офисах банка, например, или не в устройствах самообслуживания банка, а в торговых точках наших партнеров. И только в Кировской области, например, мы за прошлый год открыли 57 таких точек, где клиент имеет возможность, несмотря на название проекта Cashout, поработать с наличными, снять наличные, положить наличные на свой счет. Но ключевой акцент у нас сейчас делается на возможность проведения платежей. Платежей, ну, ключевых там за жилищно-коммунальные услуги в пользу операторов сотовой связи. Ну, то есть такие базовые потребности, которые, например, в случае наличия наличных денежных средств человек не может совершить через онлайн-системы, но он может это делать вот в этих точках. И уже шесть точек у нас платежи принимают. Ну, и в этом году мы будем существенно увеличивать количество таких точек. То есть если мы раньше говорили о точках на селе, в деревнях, в районах, то сейчас мы видим, что такая потребность, она существует в том числе и в крупных городах. И мы сейчас ведем переговоры с рядом торговых сетей, где тоже рассчитываем в этом году эту услугу запустить. То есть правильно ли я понял, что человек может просто не ходить в отделение банка, в ближайший свой супермаркет зайти и все свои банковские операции совершить? Ну, ключевая задача такая, что он пришел, купил, купил какие-то ключевые продукты. Не будем говорить, какие на данный момент это ключевые продукты, да, тоже уже обсудили. Но и при этом, если он говорит, что, слушайте, мне надо тут, может быть, деньги там, или счет пополнить, или еще что-то сделать, чтобы он тоже это мог сделать на кассе быстро, удобно и никуда больше не ходя. Это действительно очень удобно. И есть еще одна вещь, которую мы тоже часто слышим в СМИ, да, все чаще и чаще. Это то, что Сбербанк становится больше, чем банком, и формирует экосистему. Вообще, на самом деле, не очень может быть понятно нашим слушателям. Точнее, я бы сказал, очень непонятно. Очень непонятно, да. Можем ли мы пояснить, что такое экосистема Сбербанка? Ну, экосистема, по сути, это комплекс сервисов и услуг, объединенных вокруг ключевых потребностей клиента. То есть мы понимаем, что финансовые потребности – это важная составляющая каждого человека в жизни, но при этом она не самая главная. Есть много других потребностей, которые как раз за счет реализации наших продуктов, привлечения дочерних компаний, мы можем удовлетворить в удобном формате и, опять же, сэкономить клиенту время. Много продуктов у нас постоянно, спектр их расширяется. Из разных отраслей они связаны и со здоровьем, и с питанием, и с общением, и с развлечениями очень плотно. То есть если верхний уровень сказать, те сервисы, которые уже сейчас доступны жителям Кировской области, это сервис логистики, приобретение товаров через интернет, это сервис Беру, это сервис телемедицины Док-Док, который дает возможность удаленно получить консультацию от врача, получить рекомендации соответствующие и последующее сопровождение. Это сервис мобильный оператор Сбербанка Сбермобайл, по сути, это телефонии, и все, что с этим связано. Это программа доставки готовой еды из ресторанов Delivery Club, и сервис работы с ресторанами из Beer Food, когда вы можете через этот сервис заказать ресторан, оплатить чек, посмотреть состав заказа, оставить чаевые. Ну и ключевой сервис, который наиболее, на наш взгляд, сейчас будет востребован, это сервис ОКО, онлайн-кинотеатр, в котором помимо просмотра сериалов в отличном качестве и фильмов, и без рекламы, люди имеют возможность в том числе и подключиться к образовательным каналам, повысить свой уровень образованности, профессиональные навыки. Ну и вот интересный тоже, на мой взгляд, сервис. Да, интересно время провести, вы не просто так сказали, который сейчас будет особенно популярен, я так понимаю, что мы сейчас не пойдем стороной тему последних недель, тему коронавируса, когда в эти сложные времена людей просят поменьше находиться в наполненных местах, каких-то развлекательных местах, каких-то торговых центрах, быть дома. Ну да, есть выражение умерить свою социальную активность. Снизить число социальных контактов в четыре раза, вот такой лозунг был в Китае. Серьезно? Да. Ну человек в среднем, он же контактирует с каким-то количеством людей, есть же средние данные, вот если он снизит их в четыре раза, то распространения не будет ничего. И, соответственно, сейчас же очень многие организации предлагают просто какой-то безумный спектр услуг, чтобы человек дома сидел, и чтобы мне скучно было. Чтобы он это время не терял просто так, да? Ну да, чтобы он, по крайней мере, да, есть возможность поработать еще и с клиентом, он никуда не убежит, он сидит, вот он ваш. У вас какие-то, вот может быть, по случаю вот этих изменений специальные такие программы есть, возникают? Какие-то продукты новые для людей, которые вынуждены какое-то время находиться дома? Ну, как я уже частично отметил... Вот, да, уже совершенно к этому подходят. Может быть, где-то, да, я повторюсь. Ну, вот смотрите, действительно, если касаться, опять же, базовых потребностей в финансовых услугах, то я уже вскользь упомянул о существенных доработках нашего мобильного сервиса Сбербанк Онлайн, в котором можно, как еще раз повторюсь, да, выпустить банковскую карту, виртуальную карту, открыть вклады, причем вклады можно открыть сейчас на специальных условиях, сделать обмен валюты, что, может быть, тоже сейчас очень актуально, и через Сбербанк Онлайн это можно сделать, в том числе по льготным курсам, оформить кредит, о чем я уже сказал, оформить необходимые справки, что сейчас, например, может быть актуально, опять же, с точки зрения формирования декларации и подачи их в последующие налоговые органы. Плюсом, в Сбербанк Онлайне у нас отдельно созданы каналы, направленные на повышение уровня образования. Это такие каналы, как активный возраст, который создан у нас для современных пенсионеров, то есть, изучая этот канал, можно получить какие-то рекомендации, новый опыт, об инвестициях есть отдельный канал. Есть канал «Счастливый родитель», где мы приводим различные примеры, как можно и нужно общаться с детьми, на что нужно обращать внимание. То есть, там такая прямо полезная прикладная информация, которую можно использовать. Я вот ежедневно, пока еду на работу, например, обязательно захожу в канал «Счастливый родитель» или пока возвращаюсь с работы. То есть, каждый день появляется что-то новое и занимает очень много времени. То есть, по сути, это за пять минут какие-то базовые вещи себе там обновляешь. То есть, там специально так всё сформировано, чтобы много времени не занимало у человека, чтобы он успевал. Ну и для подростков, например, у нас есть ещё канал «Сберкод», где тоже можно получить полезную информацию. При этом, как я уже озвучил, наш сервис «ОККО» – онлайн-кинотеатр, который позволяет с пользой провести время и просмотреть самые актуальные новинки, сериалы, либо спортивные события. Ну вот сегодня вечером, например, в кинотеатре «ОККО» будет онлайн-концерт группы «Би-2». А, то есть, это не только сериалы и не только фильмы. Там есть какие-то... Нет, там текущие актуальные события, спортивные вещи, культурные вещи, которые можно приобщиться. Почувствовать себя частью мира большого, несмотря на то, что... Ну вот я, опять же, если по сервисам много не говорить, например, сервис «Беру». То есть, если у вас есть потребность приобрести какой-то товар, вы можете через сервис «Беру» это сделать, не выходя из дома. Вам его могут в том числе доставить на дом. Оплата, конечно же, безналичными. И сразу в онлайне это можно сделать. Сервис «Деливери-клапа», который я уже тоже сказал, что из различных ресторанов можно заказать еду домой. И, опять же, минимизировать свои посещения за пределами. Людных мест. Да. Я, насколько помню, возрастное ограничение «Сбербанк Онлайн» — это 6+. У онлайн-кинотеатра, у сервиса «Беру», вероятно, ограничения примерно такие же, да? Ну, да. Или там надо смотреть, наверное, по каждому конкретному мероприятию. По каждому конкретному мероприятию, но это все указано. Да, хорошо. Но если мы говорим не только о развлечениях и об образовании, но и о каких-то, ну, таких прикладных, что ли, вещах, которые позволяют обезопасить себя, в том числе и приходя в отделение Сбербанка, да? Что сейчас у вас предпринимается вот в это непростое время? Мы видим, у нас даже суды перешли практически на режим удаленной работы, библиотеки тоже там, да, какие-то сервисы перевели в онлайн. Что сейчас делается в Сбербанке? Ну, вот смотрите, у нас, на самом деле, формат обслуживания возможен, скажем так, к изменению в зависимости от того, как будет складываться ситуация. То есть в настоящее время у нас режимы работы офисов, они не изменены, то есть они доступны. Единственное, что мы усилили меры, связанные с вероятностью заражения, да, вирусными инфекциями, то есть это повышенные требования у нас к уборке, дополнительно антисептические средства у нас в свободном доступе, в том числе и для клиентов. Плюс, ну, конечно, все-таки мы повторно, да, рекомендуем отказаться максимально от использования наличных денежных средств, поскольку они, ну, являются, что уже подтверждено, достаточно таким существенным источником различного рода микробов, вирусов и так далее, да. Плюсом мы предусматриваем возможность, ну, в первую очередь, для сотрудников, да, там, удаленного доступа к рабочим местам, то есть переход на удаленку, да, как это тоже сейчас звучит. — Температуру ваши сотрудники меряют каждое утро перед приходом на работу? — Да. — Есть такая рекомендация? — А у клиентов не собираетесь поливаться, потому что там двусторонние контакты все-таки? — Ну, смотрите, как бы ключевая же задача оказать клиенту все необходимые ему сервисы. И, опять же, вот лишний раз хочется, да, вернуть к сервису Сбербанк онлайн, когда, ну, несложно представить, что нужно будет такого, что клиенту придется прийти в офис. То есть это должна быть изрядована какая-то ситуация. По сути, через Сбербанк онлайн и через наш сервис работы с недвижимостью и с ипотекой Домклик можно решить все ключевые вопросы и минимизировать свое посещение офиса. Поэтому мы, как я уже сказал, достаточно пристально следим за ситуацией, складывающейся с эпидопостановкой. И особое внимание, конечно, в том числе уделяем для того, чтобы и наши сотрудники не выступали каким-то фактором риска с точки зрения переноса заболеваний. То есть у нас категорически исключено нахождение на рабочем месте сотрудников с признаками заболеваний любых. То есть мы отправляем людей на удаленную работу, где это возможно, либо в отпуска, либо, в крайнем случае, конечно, на больничную. Да, если вдруг действительно человеку не очень повезло, и он простыл или подхватил какой-то вирус. Вы уже сказали про безналичный оборот. И действительно, это так. То есть эксперты уже все говорят, что деньги – это вот такой элемент, наличные деньги, который от человека к человеку, переходя, может на себе содержать какие-то там микробы, бактерии и прочее. Не знаю, как это сохраняется, честно говоря, в открытой среде, но тем не менее это так. И безналичный расчет в этом смысле, и вообще безналичные операции, они во многом, наверное, нам помогают. Ну и плюсом это, конечно, ну, не знаю, мне кажется, такой фактор будущего, который уже в настоящем есть. То есть все больше и больше каких-то вещей переходит в безнал. Конечно. Ну, потому что это удобно, это быстро, это прозрачно, и очевидно, что, собственно, за этим будущее. Да, но при этом, смотрите, есть огромное количество людей возраста, ну, условно, там, 50 и старше, которые вот этих безналичных операций опасаются. Они просто традиционно, они как-то верят, они хотят держать эти деньги в руках. И вот я недавно же был у вас в офисе, вот там, Новоросского, да, там я посмотрел просто публику, в основном публика, это как раз 50+, видимо, пришли коммунальные платежи совершать, да, они в основном с наличными делами. Вот, и плюсом, конечно же, интернет-мошенничество и дистанционное мошенничество, и сейчас даже вот в связи с коронавирусом, говорят, появились какие-то новые виды этих мошенников, которые тоже как-то людей обманывают, да. Ну, кстати, есть уже опровержение, что тот случай, о котором говорили недавно, что якобы там приходили под видом, что надо дезинфицировать помещение, вроде как сказали, что это пока фейк и неподтвержденная информация. Это, кстати, вот касаясь мошенников, важно ведь очень понимать, что ключевые мошенничества, они происходят как раз в области социальной инженерии, то есть когда, по сути, мошенники под видом сотрудников банка либо потенциального покупателя, но они неким образом манипулируют людьми и, по сути, их провоцируют на то, чтобы клиент совершил действия, направленные на разглашение информации, которую не надо разглашать. И мы каждый раз, проводя встречи с клиентами в рамках наших мероприятий по повышению финансовой грамотности, да даже зайти через интернет, если заходишь в «Забиранку онлайн», там четыре ключевых правила постоянно вывешиваются, что банки категорически никогда не запрашивают у клиента ни пароль, ни ненужную персональную информацию, ни номера карты, ни кода на обороте карты. То есть, по-хорошему, и самая главная рекомендация, которую мы даем, если вам звонят из банка, например, под видом того или иного сотрудника, всегда можно перезвонить. Даже если номер в вашем телефоне отображается как номер банка, вот сейчас при помощи IP-телефонии, я знаю, что мошенники научились это делать. Отменить номер вообще проблем никаких нет, это делается очень просто, действительно, и технологии развиваются, и нам тоже важно успевать за этими технологиями, поэтому мы рекомендуем, как я уже сказал, правила выше, и плюсом проще проложить трубку и перезвонить в банк на телефон горячей линии, где уже действительно настоящий сотрудник проведет все необходимые консультации. А понятно, что банк постоянно сталкивается со случаями попыток доступа доступа к закрытой информации, мы ежедневно отбиваем тысячи таких атак, и, конечно, наша ключевая задача, а проводить работу с нашими сервисами, чтобы они были максимально безопасны со всех точек зрения для наших клиентов, ну и, конечно, работать с нашими клиентами над повышением уровня информационной, наверное, грамотности и финансовой безопасности. Ну и постоянно следили, чтобы люди все-таки за какими-то изменениями в сфере вот этой вот... За новинками из мира мошенничества. Да, 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 да. Да, чтобы люди постоянно были в курсе. Но, к сожалению, вот эта ситуация, когда люди по незнанию, работающие с безналом, они сжигаются на этих вот мошенниках, потом другие просто говорят, не-не-не, нафиг, вот Ивановна пролетела, я, пожалуй, тоже лучшее наличное в кармане буду иметь. Ну, а с другой стороны, понимаете, мы же тоже часто говорим о том, что не надо забывать, что наличная вероятность потери наличных или их кража, она тоже не существует. И причем зачастую, помимо наличных, мы еще с вами рискуем потерять там еще и документы различные, опять же, те же карты. Поэтому, ну, тут 50 на 50, да. И поэтому надо очень аккуратно и с наличными обращаться, но не меньшая аккуратность требуется от работы с безналичными. То есть, ну, мы же свой кошелек не оставляем на столе там в общественных местах. Конечно. Не говорим, сколько там денег и не кладем на видном месте и так далее. То есть, ну, точно такие же какие-то разумные, скажем так, меры нужно применять и ко всему, что связано с вашими безналичными финансами. Насколько опасно заводить, например, онлайн-банк на мобильном телефоне? Есть ли какие-то меры безопасности? То есть, там надо выходить, например, каждый раз из онлайн-банка, чтобы пароль не сохранялся? Нет, ну, смотрите, как бы, опять же, элементарные истории. У нас в свое время сложности были с Android, операционной системой Android, потому что она, с одной стороны, очень удобна тем, что, ну, достаточно дает много доступов и возможностей работать с ним, а с другой стороны, это как раз защита сразу от этого страдает. Поэтому, например, в наше Android-приложение Сбербанк Онлайн мы еще дополнительно внедрили антивирус Касперского, который позволял, в том числе, проверить телефон на предмет наличия тех или иных угроз и, соответственно, обезопасить себя. То есть, каких-то жестких прям рекомендаций, что вот выходите, ну, во-первых, наверное, надо, а, все-таки, присматривать за своим телефоном. Конечно. Б, ключевая рекомендация, ну, блокировать его, да, установить пароль, там, различными способами есть установка пароля. Ну, по отпечатку пальцев, пинг-гоник, что угодно. Рисунок, но, опять же, чтобы он был, ну, не элементарным, там, извините, если это цифровой, то какие там не один, два, три, четыре, да. Один, два, три, четыре, там, раз, два, три, раз, два, три. То есть, это ровно те же требования, которые, ну, в принципе, у вас там к компьютеру применяются, да, ну, и следить за тем контентом, да, который вы пытаетесь получить, ну, то есть, не переходить по неизвестным ссылкам, по непонятным. Чтобы не подцепить чего-нибудь, да. Конечно, конечно, и так далее. Ну, в общем, такие разумные меры безопасности. Артем Пищик в нашей студии, управляющий Кировским отделением ПАО «Сбербанк». Мы сейчас сделаем перерыв, полторы минуты, и вернемся. Продолжаем программу «Дневной разворот». В студии по-прежнему Анна Лапшина и Николай Голиков. А в гостях у нас управляющий Кировским отделением ПАО «Сбербанк» Артем Пищик. Мы о чем только уже не успели поговорить, да? Ну, вот слово «такой ипотека» прозвучало во время нашего перерыва. Наверное, перейдем к этому уже. Да, это слово сейчас на самом деле многих, ну, скажем так, интересует. Ну, мне кажется, в последние лет 15 очень многих интересует и очень часто звучит. Потому что сейчас история с покупкой, там, да, и приобретением жилья, она все более и более актуальна, как мне кажется. Вот. И множество появляется разных, там, да, механизмов и разных продуктов. Ипотека, это вот меняется все время. И очень много разных слухов, так сказать, да, к сожалению. Да, это один из ключевых, наверное, продуктов. Но я бы не ограничивался, наверное, прям словом «ипотека». Я бы сказал о другой ключевой потребности все-таки клиента, да, любого человека. Это жилье, собственный дом. Да, ну, хотя вот, опять же, сейчас можем там в долгие дискуссии уйти. Новое поколение, там, Z, есть мнение, что для них ценностей, собственного жилья, она, ну, ниже, скажем так, чем для... Чем для поколений родителей. Она, скорее, отрицательная, потому что она их держит на месте, они должны быть... Да, ну, на этом фоне, опять же, продукты, банковские продукты, в определенном смысле повышают, ну, доступность того или иного жилья, да, чтобы человек понимает, что он может там взять жилье в ипотеку в случае необходимости его потом продать и взять другое жилье в другом месте, опять же, в ипотеку. Ну, тоже есть возможность уже сразу попробовать, не снимая там квартиру или дом, реализовать свою там мечту на текущий момент. Ну, вот смотрите, Артем Александрович, многие банки уже объявили о том, что ставка по ипотеке повысится, да, и как реагирует Сбербанк, и что нового вы сейчас предлагаете? Ну, смотрите, мы понимаем, что Сбербанк все-таки является одним из ключевых банков, оказывающих услуги по предоставлению ипотечных кредитов, и, конечно, принятие решения там о повышении ставки, я думаю, оно будет очень болезненным, да, поэтому у нас сейчас ставка не меняется. Притом, при всем, я хотел бы отметить, что ставки по ипотеке сейчас находятся, ну, на мой взгляд, на беспрецедентно низком уровне, и если у человека есть потребность в приобретении жилья, то, по-хорошему, сейчас такая очень актуальная ситуация, когда можно это сделать, принять это решение, и здесь бы я как раз, ну, рекомендовал это делать. С точки зрения новых предложений, которые у нас сейчас формируются, а при том, при всем, они у нас появляются постоянно, ну, во-первых, в прошлом году у нас существенно поменялись условия работы с недвижимостью, это счета из крови, о которых много говорили. Да, да, да. Меры новые по защите дольщиков предприняло государство. Минимизация рисков, связанных с возможным невводом строящегося жилья в эксплуатацию, и Сбербанк, опять же, в этом отношении тоже занимает лидирующие позиции, и в Кировской области у нас достаточно много сделок было реализовано с помощью открытых счетов из крови, и ключевая ведь тема такая, что сущность этих счетов заключается в том, что все ценности с использованием этих счетов передаются через специальные расчеты, и в этом случае обезопасен, на наш взгляд, и застройщик, и клиент-покупатель недвижимости, и, конечно, за вот уже более чем год опыта работы с этими счетами мы можем констатировать, что это действительно сервис, который состоялся, и, в принципе, за ним такое определенное будущее. Дополнительно с нашими застройщиками мы постоянно работаем над специальными программами, и, наверное, хотелось бы анонсировать, что вот с группой компании «Железно» мы договорились по двум объектам, которые расположены по улице энтузиастов, это 62-й и 64-й дом, по специальной программе ипотеки под 1% для клиентов с детьми. Суть ее в том, что на период строительства по объектам в этих домах ставка устанавливается в размере 1%, а после ввода объекта в эксплуатацию 5% уже в соответствии с текущими условиями программы. Поэтому, опять же, призываю тех, кто заинтересован в приобретении жилья, в том числе обратить внимание на эту программу. То есть это такой вот удобный совместный продукт? Там вот вы еще сказали насчет людей с детьми, вот это очень такое расплывчатое понятие. Дети бывают и 18-летние тоже. Да, совершенно справедливое замечание. Это касается граждан, у которых дети родились в период после 1 января 2018 года, ну или которые планируются к рождению, до 1 марта 2023 года. То есть это малыши. Малыши, то есть речь идет о маленьких детишках. Теперь уже понятно сразу, потому что так слой, дети, да. Да, ну согласен, да, конечно. Ну и плюсом я бы все-таки рекомендовал, опять же, если задумываетесь о приобретении жилья, обратиться к нашему сервису Дом Клик, в котором вы, собственно, можете совершенно свободно посчитать свои возможности, лимит, который вы можете получить от банка, увидите сразу все ключевые условия, в том числе и ставку, получить одобрение от банка очень оперативно. И, соответственно, после получения одобрения, опять же, через этот сервис можете перейти к подбору объекта недвижимости, подобрать его, ну и, по сути, оформить все необходимые документы и сделки тоже в этом сервисе, в том числе пройти процедуру регистрации прав собственности, ну и, как вот мы в начале программы говорили. Это вообще можно из дома не выходить. Да, можно из дома не выходить, но как бы один раз... Ну, Антон Александрович сказал, что сейчас это самое время, потому что все сидят дома, вот самое время взять и оформить себе там. Совершенно верно, ну, есть, как всегда, есть одно но, все-таки один раз в банк надо будет прийти, потому что... Удостоверить, что я это я. Да, совершенно верно, там будет надо подписать один документ, но, поверьте, это быстро и недолго, и вот я на личном опыте убедился, опять же, вот в январе, надо все проверять же на себе, и вот в январе я попробовал через этот сервис все сделать, ну, я в другом регионе, без даже посещения этого региона, приобрели недвижимость, все оформили через Домклик, оформили в том числе и право собственности, зарегистрировали это. Действительно, я лишний раз убедился, что сервис состоятельный, удобный. То есть вы не просто проверили, вы реально купили недвижимость? Я реально, да. Думаю, может, потом так-то выходит, это была шутка, это я проверял, как работает сервис. Ну, иногда и такое тоже надо делать, надо все экспериментировать. Я вообще за то, чтобы сотрудники организации на себе пробовали все сервисы и услуги, которые они оказывают. Ну, это, кстати говоря, хорошая же идея, то есть они на себе попробовали, они могут людям рассказать действительно, как это работает, насколько это удобно. Или неудобно, может быть, если такое тоже бывает, и где, и что надо работать, и что неудобно. То есть люди поняли, сотрудники поняли, и сотрудники сказали, слушайте, вот здесь вот немножечко бы подправить. У нас буквально три минуты, Аня, остается, хотелось бы еще. Есть еще одна тема важная, да, о которой мы хотели поговорить. Сбербанк часто говорит о своей важной социальной миссии как образовательной, да? И что происходит при участии Сбербанка в регионах в этой сфере сейчас? Ну, действительно, образование для нас это такая одна из ключевых сфер. Мы понимаем, что хорошее образование формирует хорошую основу для дальнейшего успешного развития, причем не только человека, который получил это образование, да, но и, собственно, всего общества и экономики, в частности. Поэтому мы очень много этому внимания уделяем. Ну, из тех программ, например, которые доступны жителям Кировской области, эта программа нужна для нас стандартной финансовой грамотности, то есть это те мероприятия, которые мы проводим и в районах области, в том числе с поддержкой пенсионного фонда. В этом году мы открыли, Сбербанк открыл школу 21, очередной кампус школы 21 в Казани, которая доступна также для всех жителей, в том числе близлежащих регионов и Кировской области. У нас есть уже люди, которые воспользовались возможностью получить образование через школу 21. У нас есть онлайн-портал «Деловая среда», в котором тоже очень много бесплатных курсов для бизнеса, причем у нас новая практика создания коротких видеороликов, где ведущие бизнесмены делятся своим опытом. Тоже очень рекомендую посетить этот портал. Уже в начале нашего разговора я вспомнил про сервис ОКО, где есть раздел «Наука и образование», который тоже позволяет, не выходя из дома, получить новые издания. Ну и у нас постоянно появляются новые форматы, которые мы реализуем совместно с Министерством образования, поэтому будем их анонсировать и говорить о них в случае их появления, в том числе для жителей Кировской области. По мере старта. Хорошо. Мне кажется, что в это вот сейчас непростое время, это как раз такая, ну правда, правильная очень история. То есть если вы вдруг по каким-то причинам заперты дома, что называется, закрыты дома, или не хотите слишком часто где-то появляться, это правда, это все говорят, это отличная возможность для того, чтобы получить новые знания, да, и почувствовать, что ты в этом мире не один, что вас много, и что вы интересуетесь жизнью, что все, что происходит в мире, мимо вас не проходит, несмотря на то, что вы закрыты, может быть, да, или там не хотите слишком часто выходить. Благодарим нашего гостя Артема Пищика, управляющего Кировским отделением ПАО «Сбербанк». Артем Александрович, спасибо. Спасибо вам большое. Да, и приходите к нам еще, спасибо. Конечно. До свидания. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11 августа 2015 года. Программа «Ипотека» с государственной поддержкой для семей с детьми. Ставка от 1 до 6% годовых. Первоначальный взнос от 20%. Минимальная сумма кредита от 300 тысяч рублей. Максимальный размер кредита до 12 миллионов рублей в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. До 6 миллионов рублей в других регионах России. Срок кредита от 12 до 360 месяцев. Валюта – рубли РФ. Ограничения по возрасту для бесплатных приложений. Деливери-клаб и Сбермобайл 6+, Сберфуд и Беру 12+, ОКО и Док-Док 18+. Возрастное ограничение онлайн-сервисов школа 21, деловая среда и домклик 18+. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА